Всем привет, дубки на связи. Ребята, у меня по плану сепарация молока. Молока скопилось довольно много. Сейчас две дойные коровы. Ночка терилась пять дней назад, поэтому молоко уже, в принципе, пригодно в переработку. На сыр, если перерабатывать молоко от новотельной коровы, желательно, конечно, выдержать дней десять, потому что в сыре все вкусы, они будут более концентрированы. Говорят, что в молоке новотельных коров в течение первых дней у всех коров это индивидуально. Бывает, что и с третьего дня нормальное молоко уже полноценное, товарное, питьевое. Бывает, что, знаете, и на десятый, двенадцатый день какие-то вот там привкусы в молоке витают. Особенно это касается очень чувствительных людей, у которых развиты рецепторы, которые, ну, в силу своей, скажем так, природы, очень реагируют на вкусы, запахи, в том числе вот в молоке. Я ребенок, выросший на молоке, на парном молоке. У меня и здесь дедушка с бабушкой держали корову, и бабушка Антонина тоже корова у нее всегда была в хозяйстве. Я люблю парное молоко. И когда в хозяйстве не доилась корова, для меня реально была трагедия. Я ходил по соседям, по родственникам, чтобы мне после дойки дали ее в баночку, кружечку. Я люблю именно парное молоко. Вот. И когда у нас не доилась, например, корова, я вот, кстати, недавно, знаете, не помню относительно чего я это вспоминал, у бабушки не доилась корова. Я был маленьким. И мы пошли в стадо встречать коров, ну, на полевой стан из стада встречали коров. И, проходя мимо бабушкиной сестры, ну, мы зашли на минуточку в гости. То ли мы ее ждали, чтобы она тоже с нами пошла свою корову встречать. В общем, бабушка налила мне кружку молока. Я молоко выпил, а у нее коров была зорькой. Я ее прям как сейчас помню. Я вообще дурак. Я всех коров до сих пор помню. Какие у кого были, как звали, какие визуально, кем когда терились. Ну, вот специфика такая, да. Не зря я до сих пор этим всем занимаюсь. То есть, это путь предначертанный с детства. Вот. Она налила мне кружку молока, я выпил. И говорю, вкусно, но как вода. Ну, что взять с ребенка, как у пьяного. Что на уме, то на языке. Язык без костей. Вот. Ну, мне было, наверное, обидно такое услышать, да, что у моей коровы водянистое молоко. Но, тем не менее, сказано, сделано. Вот. И поэтому, когда начинала доиться после отела своя корова, на третий день я это молоко уплетал только в путь. Ну, как бабушка всегда проверяла, самый главный аспект. Если молоко не сворачивается при кипячении, то оно, в принципе, уже пригодно в пищу. На сыр, кстати, лучше выдержать дней 10 от новотельных коров. Молоко не использовать, потому что в сыре все вкусы, запахи, они как-то концентрируются, и действительно, ну, привкус может быть в готовом продукте, особенно при возревании. Поэтому на сепарацию, на масло, на творог, на сметану, это вообще никак вкус не отражается. А вот в сыре может получиться такой нюанс. Поэтому первые дни после отела молоко перерабатываем на масло, на творог. Ну, и сливки, в частности, да. Вот, кстати, когда у меня появились в хозяйстве козы, я отучился от коровьего молока. Теперь я постоянно пью козье молоко. И действительно, после козьего молока, какое бы корольное молоко не было вкусное, жирное, сливочное, замечательное, все равно оно как-то на вкус, по крайней мере для меня, водянистое. У меня клиент есть, он уже много лет берет. Они начали брать, когда у них родилась старшая дочь. Она сейчас уже пошла то ли во второй, то ли в третий класс. Ну, то есть давно они у меня уже берут. И молоко пьют козье, готовят на козье молоке всей семьей. То есть, ну, потому что клиенты зачастую у козоводов, они сменяются, каждый год новые, дети вырастают, потом вводят прикорм. И молоко, ну, из рациона постепенно-постепенно выходит. Начинаются кашки, пюрешки, мясо там разное, да, вводить специальное, диетическое. И как-то ребенок от молока отвыкает, и клиенты отваливаются. Отваливаются. Но есть группа клиентов, которые берут непосредственно для всей семьи. И вот когда, например, у меня тоже бывают периоды, когда козы не доились, и Тимур брал у меня молоко, приходилось брать коровь, потому что семья молочная. Утром у них прям вот, как отчинаш, козье молоко. Да, Тимур, отчинаш. Ладно. Вот. И когда он брал коровь и молоко, он говорил, когда ты меня перестанешь травить своим коровьим молоком, я с него голодный. Я поем утром кашу на козе молоке, я до трех-четырех часов дня не хочу есть. После каши на коровьем молоке я через два-три часа уже голодный. Вот так что такие дела. Ладно. Разговор-разговорами сепарировать надо. Молока набралось много. Ночка у меня уже хорошо раздоилась. Доит уже много говорить не буду. И молоко копится моментально. Причем, что у меня и красулю хорошо доится до сих пор. Хотя у нее уже половина срока стильности. И ее доить до 1 сентября она больше 20 литров до сих пор доит. Сепаратор у меня для сепарации Мотор Сич. Аналог российский Сокол. По-моему, это на сайте Мастерица есть сепараторы такие. Ну, вообще, ищите, где дешевле найдете. И берите только в металлической комплектации. В пластиковой комплектации, даже если это вам покажется дешево. И даже если вы думаете, что бережно обращаетесь с техникой, с кухонной какой-то атрибутикой. Пластик ломкий колется на раз-два. У меня был мой первый сепаратор. Я покупал Мотор Сич. У меня вот эти приемники сливок и обратно были пластиковые. Пластик в нем был настолько поганый. Очень ломкий. Он был какой-то, я не знаю, как будто его в формы заливают. И он прям вот, разводы на нем были видны. Как вот, берите только в металле. Чтобы вот эти приемники были металлические. Чтобы внутри барабана чашки были металлические. Это тоже важно. Потому что там чашки пластиковые. Они как-то, ну, есть некоторые модернизации. С пластиковыми чашками неудобно обращаться. Вот. А так, в принципе, сколько у меня уже лет. Это он у меня бэушный. Я его брал у соседки. Она тоже много-много лет им пользовалась. Потом она перестала держать корову. Мне его продала. У меня, получается, в том году летом навернулся что-то в моторе. В одном сломался выключатель. В другом то ли щетки там надо было менять. И, в общем, из двух моторов мне знакомый электрик. Я их собрал один. И вот. Пользуюсь до сих пор. Сепарирует быстро, качественно. Часто спрашивают, можно ли на этом сепараторе сепарировать козье сливки. Ну, козье молоко. И как для этого нужно, может быть, ну, что-то делать, какие-то манипуляции проводить с сепаратором. Ничего не надо. Сепарирует отлично как козье молоко, так и коровье. Ничего не прокручивать, не менять ничего не надо. Потому что я сейчас прокушу сначала коровье молоко. Отдельно соберу обратно, то есть обезжиренное молоко, коровье. Потом буду сепарировать козье молоко. И то есть сливки козье и коровье у меня смешаются в одну тару. А обратно козье и коровье обезжиренное молоко я буду смешивать в разных тарах. Мне, ну, как сказать, козий творог очень вкусный на закваске. И его обязательно, ну, козий творог желательно всегда делать на закваске. Закваска у меня фермерская, универсальная, термомизофильная, дониска МА4001. Купить можно на любом сайте, где дешевле. Здоровеево, Просыр, Сыромания, Сыроделия. Короче, где угодно, смотрите, МА4001, 4002, без разницы. И на ней заквашиваете. Прям маленькая, самая маленькая ложечка на 10 литров молока. Ну, на кончике ножа, если у вас нет специальных мерных ложек для заквасок. То есть молоко сначала просепарировали, обратно закипятили. Я кипячу, чтобы его пастеризовать, там до какой температуры греть. Закипятили и все. Остудили до 38 градусов. Внесли закваску на кончике ножа. Одеялками, какими-то байками, полотенцами махровыми. Пупыркой, пленкой пупырки укутали, чтобы был эффект термокамеры. Примерно за 8-12 часов, опять-таки, зависит от температуры, от степени созревания молока. Вообще, вот структура молока, потому что молоко – это живой организм. И каждый раз, ну, приспособиться, короче, нужно к молоку. Молоко – это как тесто. Вот. Образовался сгусток. Опять я его ставлю подогревать, подогреваю примерно коровье молоко до 40. Ну, опять, по этой же технологии и коровье молоко я заквашиваю на творог. И на коровье молоко просто чуть меньше нужно подогревать, оно быстрее створаживается, разгусток схлапывается. На, ну, примерно 40-45 градусов коровье молоко греем. Козье молоко, просто квашу использую молоко, опять-таки, греем 45-50 градусов и откидываю. Без закваски козий творог, все равно в нем какая-то вот коза витает. Вот как ни говори, сколько я этих творогов козьих пробовал и у других людей, и у себя, без закваски. Ну, коза в твороге и все вот ешь, как будто ты козу лижешь. Вот, ну, не могу. С закваской такого нет. С закваской, наоборот, такой благородный, йогуртовый, такой, знаете, вкусный кисломолочный вкус, аромат. И когда даже, вот, ты покушал творог, уже, если съел и чем-то не забить, вот, знаете, во рту вкусно. Вот, время прошло, а ты вот ходишь, а тебе все равно вкусно. Поэтому, все-таки, и результат стабильнее, и творог вкуснее. Вот так я считаю. Ладно, все, разговорю, хватит. Буду сепарировать. Соберу. Поэтому, говорю, сепарирую на творог раздельно молоко. То есть, ну, вот сейчас из сливки, из приемника обратно обезжиренного молока будет собираться молоко отдельно в разные бетоны. А под сливки будет одна тара и сметана, на самом деле, тоже, ребята, с добавлением козьего молока. Она слаще, она вкуснее, она эластичнее. То есть, нет такого, что в миску со сметаной нож воткнули, и он стоит. Такой сметаной пользоваться неудобно. Ни в салат ее не добавишь, ни в борщ не добавишь, потому что она элементарно растворяется в борще, как масло. И вот завездочки вот эти жирные плавают. А когда козье молоко добавишь, корове с козьим сепарируешь, сметанка эластичная, нежная, она прямо вот и на кусок легко мажется, и в борщи, и в салат удобно добавлять. И, кстати, клиентка вчера звонит. Я хотел, знаете, на веселье шел, коров выгонял, хотел записать, пока у меня такое настроение было. Но очень сильный ветер был, не стал записывать. Но сейчас вам все равно скажу, раз разговорился на эту тему. Сепарироваю, получается, уже и козье, и коровье вместе. Звонит клиентка. Ваша, а что со сметаной? Я говорю, а что со сметаной? Не, ну ты мне скажи, что со сметаной? Ты же ее делал, тебе видней. Я говорю, у меня со сметаной все замечательно, вкусная. Она подозрительно вкусная. Она подозрительно сладкая. Такой раньше не было. Я говорю, ну как же не было? Бывала такая? Бывала. Что скажешь, козье с коровьем сепарируешь? Я говорю, да. А что не сказал? Я говорю, вам что-то не понравилось? Нет, мне понравилось, все вкусно. Но вот знаешь, вот ем и непривычно вкусно. Так что вот такие дела, такие клиенты. Непривычно вкусно. Вот, знаете. Придумать надо. Ладно, все. Ребята, я думаю, наговорил достаточно. Добавлять, наверное, ничего больше к этому ролику не буду. Обязательно ставьте лайки. Пишите добрые комментарии. Особенно, ребята, кто смотрит в Дзене, обязательно пишите комментарии. В комментариях можете прикреплять фотографии, открытки своих животных, своего какого-то настроения. Открытки с пожеланиями. Это очень важно. Это очень продвигает канал блогера именно в Дзене. И вы так помогаете блогеру в монетизации. Потому что чуть под роликом побольше комментариев. И цена у этого ролика, что мы получаем, блогеры, за этот ролик, она выше. Она незначительно выше. Потому что там, ну, у меня цена ролика примерно 250. Ну вот, от 200 до 250 рублей за один ролик мне платит Дзене. Вот. Ваши комментарии помогают мне на этом ролике заработать чуточку побольше. Всем еще раз огромное спасибо. Всем пока. Всем добра.